Она такая... такая хрупкая, как куколка из фарфора. Ларри, ты когда-нибудь целовал кукол? Они не умеют любить. Она похожа на фарфоровую фигурку, вроде тех, которые собирает мама. Она так чиста, нежна и невинна. Стоит на нее взглянуть, и хочется оберегать ее всю свою жизнь. Мои первые впечатления о Сюзен? Кратко. Вы правда хотите это знать? Слово из четырех букв. Начинается на С. Ларри, приди в себя. Ты что, женщин никогда не видел? Она была хладна. Очень хладна, да. Хладна, как лед. Что вы подумали о Сюзен, увидев ее в первый раз? Я не могла понять, чем она так понравилась маму брату. Ты хочешь серьезно заниматься фигурным катанием на профессиональном уровне? Нужно научиться максимально использовать свои данные. Это верно. Квалифицированный хирург легко уберет все впадинки и неровности на коже твоего лица. Ты будешь выглядеть и чувствовать себя намного лучше. Поверь мне. Я бы хотел заниматься работой профессиональным журналистом. А ну-ка, ложись. Мне пора на работу. Да ладно, десять минут. Нет, мне пора. Пять минут. Нужно привести себя в порядок. Ты так в порядке. Две минуты. А ну, убери руки. Через пару месяцев она меня окончательно измотала. И я поручил ей прогноз погоды. Все было хорошо, но к каждому эфиру она готовилась как к последнему. Мне жаль человека, который захочет тебе в чем-нибудь отказать. Таких я еще не встречала. Или другой пример. Идеальная ведущая Джейн Полли, которой я буквально восхищаюсь. Ведь мы с ней во многом похожи. Даже внешне. Хотя в отличие от нее, мне не приходится бороться с лишним весом. Фото Сьюзан в точности повторяла то, что была у Марии Шрайвер. Ее сделали по фотографии из журнала. Корзинки с начинкой под соусом. Это блюдо подают в любимом ресторане телеведущего Джонни Карсона. Каждый день я такие обеды не обещаю. Хочу заняться аэробикой. Сбросить пару лишних фунтов. Лишних фунтов у тебя уже нет. На экране человек выглядит полнее. Правда? Я не знала. Я играю роль Пегги Липтон. Из детектива отдела. Пегги Липтон? Да. Конечно, в гриме и парике. Как интересно. В этом году о нашем болезни собираются снять телефильм. Сьюзи нашла работу. Где? В телекомпании WWN. Они впервые взяли на работу женщину. Правда, Сьюзи? Правда. Наша Сьюзи начинает восхождение к вершинам славы. И ее уже не остановить. Тише. Спокойно, спокойно, ребята. Какой чудесный костюм, милая. Спасибо. Сьюзи, хочешь попробовать? Нет, спасибо. Нет? А жаркова? Нет, спасибо. Как он любит детей. Энджела, пора ему прекратить есть всякую ерунду, иначе появится животик. Из него получится прекрасный отец. Он считает, что все это вкусно. А ты? Я? Я плохо выгляжу? Нет. Я имею в виду детей, Сьюзи. Детей я люблю, очень люблю. Но для женщины моей профессии ребенок большая обуза. Предположим, я в Нью-Йорке. В Нью-Йорке? Ну, например, и вдруг меня отправляют на задание за границу. Освещать королевскую свадьбу или революцию. Я же не смогу переезжать с места на место с огромной командой и брать интервью с большим неуклюжим животом. Да и грудь после ребенка становится такой большой и некрасивой. Нет. Это мне не подходит. Смешно! Она так добра к нам. Думаешь, она сделает из тебя кинозвезду? Мне нравится сниматься для телепрограммы. Это так интересно. Миссис Моретта покупала мне много подарков. Например, этот браслет и настоящие духи, которые ей самой очень нравились. Я оберегу их для особого случая. Раньше мне никто ничего не покупал. Послушай, я понимаю, ты считаешь меня ребенком. Но я никогда не буду тебя обижать. Я не сделаю тебе ничего плохого. Человек, который тебя обижает, заслуживает смерти. Честное слово. Он заслуживает смерти. Да. Наверное, ты прав. Ты прав. Черт, обожаю эту песню. А тебе нравится? Мне было с ней очень интересно. Как будто бы я оказалась в фильме. Правда, фильм этот был не совсем приличный. Он ее все время избивал. Говорил, что пристрелит. Так, так. Мы собрались уехать в Калифорнию. Она считала, что мой голос может пригодиться на телевидении. И что бы ты там делал? Комментировал спорт? И читал объявления? Когда ты начал спать с ней? Все было по-другому. А как же? Дело не в этом. Мы... Что вы? Мы любили друг друга. Что тебе, Лиди? Я хочу поговорить. Я сейчас занята. О чем ты хочешь поговорить? Что нам теперь делать? Нам? Вам, мне и Джимми. Мне страшно. Бояться здесь нечего. Ты, я и Джимми будем жить далеко друг от друга. Мы разъедемся? Он тоже здесь. Здесь? Черт, где? На другой стороне улицы. Господи. Быстрее заходи. Послушай меня. Скажи Джеймсу, чтобы он держался от меня подальше. Вы что, детективы не смотрите? Он говорит, что должен вас увидеть. Он умирает от любви. Пусть сходит к врачу. Рассел требует деньги и диски. Правда? Скажи Рассел, что если он будет болтать, то диски ему придется слушать в газовой камере. Сьюзан, ну что еще? Я хочу, чтобы все было как раньше. Лидия, это невозможно. Мы должны забыть, что когда-то были знакомы. Уходи. А как же ваше телешоу в Калифорнии? О, боже, Лидия, забудь о нем. Господи. Ты ей сказала? Что она ответила? Что она ответила? Сказала, что не хочет больше тебя видеть. О чем вас спрашивали в полиции? Кажется, Рассел им все рассказал. Послушай, никто не поверит ни Расселу, ни Джейми. Они обычные хулиганы. Надо было держать язык за зубами. Против нас с тобой улик нет. Я была далеко от места преступления. А если они что-то и найдут, знаешь, кто пострадает? Ты. Почему это? Если бы ты не принесла пистолет, Ларри был бы сейчас жив. Но вы же сами меня попросили. Нет. Это Джимми тебя попросил. Разве ты забыла? Но Джимми-то попросили вы. Нет, это неправда. Это вы сказали Расселу. А теперь послушай меня. Я никогда не давала Расселу денег. Ты поняла? Насколько я помню, вы придумали этот план. Ты и Джимми. Я вам очень нравилась, и ваш извращенный мозг приказал вам его убить. На почве секса это случается. А Рассел пошел с вами, потому что он просто злобное и неуправляемое существо. Я думаю, ты занималась с ними грязным сексом, несмотря на свои лесбийские наклонности. Постойте, постойте. Ну что? Постойте. Я думала мы друзья. Ну ладно. Тогда, как друг, я хочу дать тебе совет. Держи язык за зубами. Я дам показания. Кто они такие? 16-летние грязные подростки, выросшие на помойке. Их родители пьют и насилуют собственных детей. А я профессионал с прекрасным образованием и с хорошей семьей. Ну и как ты думаешь? Кому из нас поверят? Продолжение следует...